Здраво будьте, люди добрые! Я Кот Баюн. Продолжаю наше сказочно-музыкальное вещание. Как вы знаете, я в школу-то не ходил. Меня всему Баба-Яга учила. А вот Баба-Яга, она такая, по-вашему? М? Старая? Злобная? Ничего подобного. Бабушка-Яга это мудрая берегиня, вечно молодая, стоящая на страже двух миров. Она стоит между нашим миром явным и миром потусторонним, то есть навным. Поэтому ее избушка на курьих ножках это своеобразный форпост, это своеобразный такой пограничный пункт. Потому что Баба-Яга оттуда сюда раньше времени не пропускает, и отсюда туда тоже от преждевременья оберегает. И когда мы подходим к избушке, что мы говорим? А? Ну-ка давайте хором-хором. Избушка-избушка. Стань к лесу задом, ко мне передом. Правильно, а к лесу задом. Вот у меня простой вопрос. А что, нельзя вот так обойти избушку-то? Вот так вот обойти, да и там зайти к Бабушке-Яге. Правильно, нельзя. За избушкой Бабы-Яги лес необычный. И Баба-Яга-то она костяная нога. Одной ногой она стоит в мире наверх. Поэтому за избушкой Бабы-Яги уже навный мир, потусторонний мир, из которого никто не возвращался. А я вот вместе с Бабушкой-Ягой живу на границе этого мира, поэтому ведаю, что и там происходит, что здесь происходит, как зеркало. И Баба-Яга посему дает оберег. Она же и Ивану-Дураку помогла счастье найти. Она всем клубочки дарит. Она очень добрая помощница в этой жизни. И вот попросила она меня изведать вам такое великое ведение и такое простое ясное знание. Приходит весна красна на Русь вместе с Ярилиным днем. Он еще иначе Владоденье называется. Очень легко все запомнить. 22 марта. То есть 22 марта это у нас 40 сороков. То есть это старый праздник, в котором приветствуется прилет ирийских птах. Пекутся жаворонки и празднуется именно время прихода богини Лады в этот мир. Следующий день очень важный. Это 22 апреля. Это ляльник. И мы празднуем богиню Лялю, которая дарует судьбу девицам, которые замуж хотят выйти. А для жен красных дарует возможность совершить уникальный обряд припекания судьбы. Отмыкается земля и открываются ирийские врата. Итак, 22 марта. Богиня Лада. Медное царство начинает наполняться силой жизни. 22 апреля. Ляля. Ляльник. Серебряное царство. Ирийское царство. Начинается наполняться великой силой. И в небе появляются девы-самовилы. Облачные девы. Облака, что несут весенние дожди. Они оплодотворяют землю. Начинается мощный, борный рост жизни. И 22 мая приходит наш любимый день. Дождь бог вешний. Как люблю я этот праздник. Он начинает вместе с днем май Златовласки, 21 мая, врата открытия золотого царства. И вот все это время оно подводит к дождю вешнему. Поэтому так любим мною город Можайск. Можайск значит сможем. А ведь наше Тридевятое царство расположено в самых истоках Москвы-реки. И Можайск удивительный город. В нем в 15 веке появляется изображение Николая Чудотворца. В одной руке он держит меч, в другой руке он держит город. И это изображение сделано из цельного куска древесины. То есть если вы мне не верите, пожалуйста, сходите в Государственную Третьяковскую галерею. И вы увидите там полнообъемное изображение оберега Руси. Вы увидите настоящий древний чур. И вот действительно Можайск это межа, которая стоит на границе Руси Великой. И вот получается мы тоже здесь как пограничный такой стан. Мы именно защищаем основы, истоки нашей реки, основы нашей традиции. Ведь очень важно напиться вот этой холодной, родниковой правдой, которая досталась нам от далеких предков. Сила завета предков. Уже та водица, которая газированная и в Кока-Коле, она не имеет отношения к той родниковой воде, которая берется в самом начале реки жизни. Поэтому очень важно, что мы с вами потихонечку начинаем вписываться в этот ход Земли вокруг Солнца. Мы начинаем в подсолнечном нашем царстве узнавать все больше и больше. Вот вы уже сегодня узнали о трех днях, которые соответствуют трем вратам нашего тридевятого царства. А почему оно тридевятое? Да потому что все в мире триедино. Все в мире построено по принципу триединства. У нас есть с вами небо, батюшка. У нас с вами есть земля, матушка. То есть нижний мир, горний мир и мы, связующие собою небо и землю. Три мира. И поэтому очень важно в этом тримилье, очень важно в этом тридевятом царстве, тридесятом государстве найти свое место. Ведь все в мире должно находиться на своем месте, выражаясь всеобщим множеством в полную гармонию. Когда мы с вами приобщаемся этим удивительным праздником открытия врат, то мы с вами, смотрите, 22 марта открываем свою природу вместе с медным царством. Затем 22 апреля входим в серебряное царство. А 22 мая на дождя вешнего мы входим с вами в золотое царство. И объединяются они все вместе в купе 22 июня на купалу. Вот так интересно. Так интересно жить, когда ты понимаешь, в какой день что нужно делать. Тогда день становится ладным. Пожалуйста, напишите мне, что бы вы хотели еще узнать об этих древних праздниках. И о времени весны и лета, которое приходится на это время. Вообще, напишите мне, что вы и как вы понимаете Тридевятое царство, Тридесятое государство. А я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, порадуюсь вашим письмом. Если, конечно, вы будете в колокольчик звенеть, чтобы уведомления получать. Вот так вот делать, чтобы врата Тридевятого царства открывать. И писать мне в комментариях, чтобы знал я, по какой тропиночке в нашем волшебном лесу мне свое повествование вести. Мира вам, лада и любви, дорогие родичи! Солнце, лес, лови, да нас благослови! Солнце славится, а земля радуется! Солнце, лес, лови, да нас благослови! Солнце славится, а земля радуется!